Российский пропагандист военкор Александр Коц приехал в оккупированный Лисичанск и снял небольшой репортаж о том, как живет этот город после прихода русского мира. Несколько дней назад в Лисичанске ракетным ударом был ликвидирован ряд сотрудников российской оккупационной администрации, в том числе так называемый министр ЛНР Алексей Потелещенко. И Коц приехал, чтобы в связи с этим снять душераздирающее видео о преступлениях Украины. Россия на полном серьезе пытается представить удар по своим гауляйтерам, как удар по гражданским. И вот в ходе этих съемок военкор Коц показал жизнь в Лисичанске. И теперь благодаря ему мы можем видеть, как хорошо стало в этом городе после того, как Россия его освободила. В Лисичанске, конечно, жить довольно тяжело. Здесь очень плохо с отоплением. Бывает, выключает свет. Главное, здесь нет связи. О как! Жить, говорите, стало тяжело. Что же случилось? Знаете, я в Лисичанске бывал многократно. И могу сказать, подтвердить, что до 2022 года при Украине в Лисичанске было и отопление, и связь, и электричество без перебоев. Наверное, это все потому, что фашисты Лисичанск страшно притесняли. Украина просто, знаете, так невероятно угнетала Донбасс. Буквально насильно давала жителям Лисичанска и отопление, и связь. Просто невероятно люди мучились и страдали. Но хорошо, что теперь такого нет. Пришла Россия и освободила Лисичанск просто от всего. И от отопления, и от связи, и от интернета. Ни интернета, ни мобильные связи. Но на улицах установили вот такие таксофоны, по которым можно позвонить по городскому номеру по Лисичанску, а также вызвать экстренные службы. Ну, посмотрите, как хорошо. Мобильной связи больше нет, но зачем она вообще нужна, когда есть целый таксофон, с которого можно звонить на городские номера по всему Лисичанску? Чего еще вообще можно желать? Зачем еще куда-то звонить, кроме Лисичанска? Ну, классно же, согласитесь. Прям как в СССР. Надеюсь, вот все, кто за Сталина, все довольны. Знаете, вот как деды, как наши деды. Вот они жили без этих мобилок. И нормально. Я думаю, что и Лисичанску этой мобильной связи не надо бы вообще. А то, знаете, в этих смартфонах одна сплошная пропаганда ЛГБТ. Идет гудок. Идет гудок даже? Ну, ну это просто прорыв. Таксофон еще и работает. Знаете, у меня просто нет слов. Я поражен. Чудо. Настоящее чудо. И думаю, надо отправить вот это видео Илону Маску, потому что он точно не видел такого. Но, знаете, есть и не очень хорошие новости. К сожалению, вот неблагодарные жители Лисичанской не оценили такого счастья. Потому что на 2020 год, вот перед приходом России, в Лисичанске проживало почти 100 тысяч человек. А сейчас, по словам оккупационной администрации, в городе осталось только 35 тысяч. То есть, две трети населения Лисичанска от такого русского мира взяли и уехали. Не захотели жить в своем городе после прихода России. Наверное, таксофоны им все-таки не понравились. Вот неблагодарные. Россия так старается. Такие деньги выделяет сверхдержава, чтобы они себя комфортно чувствовали. Чтобы люди могли звонить на городские номера. А они взяли и уехали. Вот народ. Ориентировочно в нашем городе, сейчас в нашем округе. Порядка 35-38 тысяч граждан. Вот самое потрясающее, то, что у меня до сих пор не укладывается в голове, это то, что они сами добровольно все это снимают и выдают в эфир. Их никто не заставляет это делать. То есть, они сами это снимают, выкладывают и даже не понимают, насколько это стыдно. Они не видят какая-то дичь и какой-то вообще кринж. То есть, они пришли во вполне такой мирный себе, нормальный город. Разорили его, уничтожили все, что смогли. Просто погрузили в каменный век, превратили в какую-то клаку. Установили там таксофоны и гордятся этим. Что мол, ну смотрите, да, мобильной связи нет, но какие классные таксофоны мы установили. И мне было бы стыдно такое снимать и показывать. А они гордятся, они показывают. Говорят, смотрите, классно мы Донбасс освободили. Вот как мы помогли. Таксофон, как в 1992 году? Можно с таксофона, представляете, звонить на городские номера. И они не понимают, что, ну, как это выглядит вообще и какая-то дикуха. И вот я давно говорил, давно, я регулярно повторяю эту мысль, что не надо вообще никакой антироссийской пропаганды. Вот серьезно, она не нужна, потому что лучшая антироссийская пропаганда, это, собственно, российская пропаганда. Это то, что снимают российские военкоры. Ничто так не дискредитирует русский мир, как материалы самих российских патриотов и российских военкоров. Россияне, они убеждены, они даже одержимы мыслью, что Запад выделяет какие-то гигантские бюджеты, чтобы дискредитировать Россию, наслаждать русофобию. Но это ничего не надо, потому что никакое ЦРУ реально так не снимет, как может снять военкор КОЦ. И на самом деле не будет такой дискредитации России, как в репортажах вот этих российских военкоров, которые просто едут и показывают реальность. Ничего вообще не надо выдумывать. Достаточно просто распространять их материалы. И я предлагаю просто им помочь. Давайте просто распространять материалы, которые они сами снимают. Поэтому, друзья, оставьте комментарий, лайк какой-нибудь к этому видео, чтобы оно набрало больше охват, получило больше просмотров. Люди посмотрели, как счастливо живет Лисичанск после прихода России. И обязательно подпишитесь на канал. Это тоже важно. Вам не сложно, а каналу это поможет. Спасибо.